Хоркий кекс Хоркий кекс Я очень маленький щенок Размером ровно с пятачок У коска пусть и я лежал По виду явный нелегал Потом я в стаю загремел Но не забыл я Винтерфелл Живут со мною три собаки Вам всем известны кусаки Хоркий кекс Я между прочим Ужас летящий На крыльях ночи Я черный лист У меня эффект Королевский Хоркий кекс Кусают маленького пса Как будто я им колбаса Сарделькой газой называют И постоянно обижают То лапу я им не подам То все прицепятся к ушам Но я так просто не сдаюсь Этих монстров не боюсь Хоркий кекс Я между прочим Ужас летящий На крыльях ночи Я черный лист У меня эффект Королевский Корги кекс Кусаюсь и рычу я грозно И уклоняюсь виртуозно Потом я ставлю лайк в углу Чтоб знали силу все мою Я докажу, что очень крут Способен на любой замут Итак, знакомьтесь, Корги кекс Я безусловен как рефлекс Корги кекс Я между прочим Ужас летящий На крыльях ночи Я черный лист У меня эффект Королевский Корги кекс Корги кекс Я между прочим Ужас летящий На крыльях ночи Я черный лист У меня эффект А я черный лис, я летящий ужасы, я не мелкий И не смей меня обзывать кекс-хвостотая сарделька Я в кексе, я корги-триколор, я очень крут, я пес хардкор Характер у меня токсичный, в обычной жизни эксцентричный Я громко лаю, завываю, и в стае я преобладаю Меня боятся все в округе, все псы в квартире на испуге А я черный лис, я летящий ужасы, я не мелкий И не смей меня обзывать кекс-хвостотая сарделька Я к каждому подход имею, вниманием хаски я владею С бандитом-волком я на ты, он знает, если что кранты Меня и в бублик уважает, во всех делах мне помогает Хатям известно, я злодей, и нет лисы, меня хитрить А я черный лис, я летящий ужасы, я не мелкий И не смей меня обзывать кекс-хвостотая сарделька Проблемы нету даже в корге, коржундель от меня в восторге Чуть-чуть не в теме человеки, устал уже от их опеки Но их я тоже дрессирую, занялся ими я вплотную Я самый главный среди всех, я хитрый лис, я пес успех А я черный лис, я летящий ужасы, я не мелкий И не смей меня обзывать кекс-хвостотая сарделька А я черный лис, я летящий ужасы, я не мелкий И не смей меня обзывать кекс-хвостотая сарделька Чёрный-чёрный кекс Лиза ничьи ночи Бужа со зе бест Мчусь на крыльях ночи На районе модный пёс Рыжий-чёрный мокрый нос Появляюсь из подъезда Тихо, скромно, без наезда Слятом обвожу площадку Леди, может быть, в лошадку? Цепостанной оказалась От лошадки отказалась Чёрный-чёрный кекс Лиза ничьи ночи Бужа со зе бест Мчусь на крыльях ночи Чёрный-чёрный кекс Лиза ничьи ночи Бужа со зе бест Мчусь на крыльях ночи Порычал я для порядка Очень глупая фанатка Пред тобою чёрный лис Самки Ксендер, Корги, принц Всем известен нынче я На ютюбе три стака Я весёлый, шебутной Симпатичненький плейбой Чёрный-чёрный кекс Лиза ничьи ночи Бужа со зе бест Мчусь на крыльях ночи Чёрный-чёрный кекс Лиза ничьи ночи Бужа со зе бест Мчусь на крыльях ночи Мопсики и мальтипушки Пикинессы и таксушки Лабрадорий и хибалонки Нравятся мне все девчонки Ужас я в ночи летящий Грозный корги говорящий А для цыпочек я приз Чёрный-чёрный-чёрный лис Чёрный-чёрный кекс Лиза ничьи ночи Бужа со зе бест Мчусь на крыльях ночи Чёрный-чёрный кекс Лиза ничьи ночи Бужа со зе бест Мчусь на крыльях ночи Чёрный-чёрный кекс Вылезай оттуда, а ну быстро вылезай Вылезай немедленно Или я сейчас превращусь в древнего корги И как наваляю тебе, я все равно тебя достану Потому что я черный лис Я ужас летящий на крыльях ночи Вот сейчас ваши коржата смотрят этот ролик И думают, что кекс хочет достать из-под дивана Какого-нибудь тараканьего монстра Все намного проще Эта квасатая сарделька просто засунула под диван вкусняшку И теперь никак ее не может оттуда достать Хе-хе-хе-хе-хе А я говорил, фексоген, не надо играть с едой Еду надо есть А я и не игрался, эта вкусняха сама как выскочила из пасти И как запрыгнула под диван А ну вылезай, гадина Ты не знаешь, с кем связалась Ага, у вкусняки выросли ложноножки И она как в фильмах ужасов залезла под диван И оттуда стрёмно шипит Хе-хе-хе-хе-хе Ничего смешного в этом нету Все именно так и было Вы просто не видели Потому что жрали свои порции вкусняшек Мы прекрасно видели, как ты игрался с этой вкусняхой Брал ее зубами, подбрасывал вверх А потом переворачивался пузякой кверху И пытался ее поймать Вы все врете Это вкусняха-чудовище А ну вылазь быстро Кому сказал Или я сейчас высну своих когтей, как у росомахи И располосую тебя вместе с диваном Брателло, ну завязывай уже Все знают, что у тебя нет когтей, как у росомахи Вот нафига ты это сказал, ваше величество? Вкусняха же этого не знала И вот сейчас бы как испугалась И вылезла из-под дивана Ты все испортил Кекс, ну хорош, правда Тебя же твои подписчики смотрят А ты их обманываешь Придумал дурацкую историю про живую вкусняху монстра Нет, нормально Значит, Бублику можно придумывать истории про живые одеяла А мне про живую вкусняшку нельзя Вообще-то все знают, что живое одеяло существует И оно очень страшное Нет, никаких живых одеял Это старший человек под ним вот так вот рукой делает А ты каждый раз ведешься Да блин, ну как мне достать мою вкусняху? Вы сейчас свои сожжете, а я останусь без лакомства Это что, правда? Это правда, что живого одеяла не существует? О нет, мой мир разрушен Придется с горя сожрать твою вкусняху, кекс Мои лапы длиннее и смогут ее достать Сейчас вот только свою доем Так, волчары, а ну хватит троллить моего братика Коргис-моргис вкусняху из-под дивана достаем, бис Ура, моя прелесть! Наконец-то я тебя сожру! Кто обаловался? Кто под диван от меня убежал? Ах ты вкусняшка вонючая! Ты будешь наказана! Дурдом на коротких лапках И вот так у нас почти каждый день Крики и беготня по всей квартире Ну а что ты хотел? У нас большая стая и каждый с фибовахом Я вообще-то не так хотел Я думал мы с Бубликом Ютубликом будем спокойно жить и снимать свои видосики Но нет, вдруг откуда они возьмись появились вы, лопаухи и гномики Атесс, ну не начинай С этими сосичками веселее И видосики с ними получаются прикольней А я вот решил попробовать еще какую-нибудь профессию Помимо блогерства и охоты на чудовищ Брателло, только не говори, что ты хочешь стать поваром Ты однажды приготовил на молодушки После которых у нас было несварение пузяки Много ты понимаешь! Я вообще-то не профессию повара изучал А ставил эксперимент по созданию лучей поноса Чтобы бороться с чудовищами! Ну что могу сказать? Лучи у нас всех такие получились Что мы потом две недели квартиру отраивали Так, больше никаких экспериментов над нами, окей? Не, не переживайте С экспериментами закончено! Говорю ж, я буду осваивать новую профессию! Следователя! И что же ты собираешься расследовать? Да все что угодно! Причем, начну с вас! Что значит с нас? Вообще-то мы не преступники! А это мы сейчас и выясним! И проверим вас на детекторе лжи! Я попросил младшего человека И он сказал, что у него есть полиграф И он мне поможет! Ржу не могу! Мы однажды использовали детектор лжи! Это был фейк! Чтобы развести Бублика! Так что нет у младшего человека никакого полиграфа! Вот, сам смотри! А теперь главный вопрос! Бублик, твой сын! Эээээ... Я не пойму! Чего ты медлишь с ответом? Отвечай! Ээээ... Ничего я не медлю! Ээээ... Канечно, Бублик мой сын! Это неправда! Что? Чего? Бублик не твой сын? И ты столько лет всех обманыва, исключая Бублика? Какой ужас! Какое подлое коварство! Оказывается, отец мне совсем не отец. Горе мне, горе, собаки добрые, я приёмный. Да уж, такого поворота точно никто не ожидал. Ладно, бандит, хватит скрывать, пора всем уже рассказать правду. Да уж, жизнь меня к этому явно не готовила. Короче, Бубленце, ты не мой сын, потому что ты... Мой любименький сынулик-крохотулик! Бубленце, мы тебя развели, никакой это не полиграф. Это наушники, рация и крепление для GoPro на спину. А на ноуте я включал то красную картинку, то зелёную. Они и меня подговорили, чтобы я эту историю про себя придумал, а ты поверил. Обманули, дурочка, на 4 кулачка. Капец! Как вы могли, никогда так не поступайте, у меня чуть инфаркция хосячая не случилась. Ну ничего, ничего, в следующий раз я вас ещё круче разведу, гады-гадские. Капец! А я не видел этого ролика. А мы его сняли 2 года назад, в июле, а ты у нас появился спустя месяц. Младший человек, а ну иди сюда, мне парни показали старый ролик, зачем ты меня обманул, что у тебя есть детектор лжи? Да никого я не обманывал, тот полиграф действительно был фейковым. Ну за эти 2 года я потихоньку покупал в Тракнете необходимые компоненты. И собрал настоящий детектор лжи. Чё, серьёзно? Не поверю, пока не увижу всё собственными глазами. Ну вот, смотрите. Ты чё издеваешься, младший человек? Это то же самое, что и в старом ролике было. Ноутбук, старые наушники и рация. Ну вот вы глупые псы, я просто все новые компоненты туда спрятал. Чтобы ни у кого не вызывать подозрений, и эта штука реально работает. Отлично, вот сейчас мы её и проверим. Итак, помните, что я ваш следователь, и буду задавать вам неудобные вопросы. Если вы будете врать, полиграф сразу же это покажет. Коржик, ты первый. Да почему сразу я? Снимите с меня эту гадость. Так, Коржик, не дёргайся, а то показания могут стать неверными, и ты отправишься в тюрьму. В тюрьму? За что? Мы так не договаривались. Нет, а как ты хотел, брателло, у нас всё по-настоящему. Я следователь, и вместе с детектором лжи мы узнаем всё о тебе. Если будешь виновен, отправишься в тюрьму. Жесть какая! Уж лучше бы он был поваром. А мне прям интересно посмотреть на этот цирк. Начинай, Кексиандр. Итак, скажи мне, Коржик, ты на самом деле великий король Корг-3? Нет, блин, я итальянский шпион Коржунелло Пердунелло. В России нахожусь в тайной миссии. Выявить хвостатых Корги и оттяпать им хвосты. Корги должны быть с пипками, а не с вонючими волосатыми хвостами. В волосатых хвостиков не пройдёт. Ха-ха! Вот мы и вывели тебя на чистую воду. Ты шпион, вонючий! Да никакой он не шпион. Детектор говорит, что Коржик врет. Блин, а я чуть не поверил. Ладно, тогда следующий вопрос. Куда пропала моя игрушка? Ну, помнишь, такой попугай плюшевый. Я так любил с ним играть. Я не в курсе, я не слежу за твоими игрушками. Это ложь. Чего? Неужели эта штука реально работает? Офигеть! Ладно, признаюсь. Я с ним игрался, пока ты спал, и нечаянно оторвал ему бошку. Пришлось его незаметно выкинуть. А вот это правда. Ах ты волосатая сосичка! Пытался всё на нас свалить, когда Кекс тут рыдал по своей любимой игрушке. Капец! Это подлое коварство. Я не могу поверить! Родной брат предал меня! Всё, я как следователь назначаю тебе лишение свободы! Младший человек, отнеси его к тюрьму! За что? Спасите! Помогите! Куда вы меня тащите идти? Это произвал? Это была всего лишь мягкая игрушка. Следующий на очереди Бублик. Чё? Да за мной вообще никаких грехов нет. Я образцовый волк. Не боюсь я вашего полиграфа. Ну-ну. Тогда ответь на вопрос. Кто придумал нам обидные прозвища? Типа волосатых засичек и сарделек на пауки. Гномиков, ужасных приканелек и так далее. Да не вопрос. Отвечу честно. Все эти прозвища придумал я. Потому что мне было обидно, что меня все называют рыжей соплёй. Вот я и хотел, чтобы и вас тоже обидно обзывали. Это правда. Ну вот. Хорошо, что признался. А говорил, что безгрежный. За дискриминацию породы Корди ты тоже приговариваешься к тюремному заключению. Младший человек, отнеси его. Это вопиющееся негодяйство. Я протестую. За это нельзя сажать в тюрьму. Спасите собаки добрые. Это беспредел. Я буду жаловаться. Короче, заговор против нас налицо. Ты что задумал, Кекс? И как ты смог подбить на это младшего человека? Не понимаю, о чём ты, бандит. У нас всё по-честному. Детектор лжи выявит все ваши преступления. Давай, иди сюда, ты следующий. Я отказываюсь отвечать на ваши дурацкие вопросы. Ну ты же понимаешь, что это может быть использовано против тебя. Давай начнём с простого вопроса. Ты бандит? Ты что издеваешься, вонючая сардылька? Конечно, я бандит. Это правда. Ну вот, как мы видим, этот пёс только что признался в том, что он бандит. А следовательно, его тоже нужно поместить в тюрьму. Место бандитов именно там. Младший человек, неси его к остальным. Вы что издеваетесь? Бандит это же моё имя. Это совсем не значит, что я преступник. Это что за правосудие такое, где приличную собаку сажают только за его имя? Всё, вы пожизненно приговорены к заключению за свои преступления. Счастливо оставаться. Кабиночный централ, ветер северный. Сидим мы ни за что, зла не мерено. Ну что, арестанты, круто мы вас кексом развели. Всё, выходите, мы пошутили. Так, значит, пошутили. Ну всё, сейчас у одного трёхцветного корги станет на одно ухо меньше. Чур его второе ухо моё. Кексичик, а ну иди сюда, противный брателло. Тебе капец. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!